До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» рассказывает о героях-земляках. Наш следующий материал посвящен сразу двум участникам Великой Отечественной войны. Пулеметчику Василию Кислякову и гвардии майору Константину Полиэктову. Чем они отличились в боях и почему один из них получил прозвище «Царь»? Выяснила Любовь Пермякова. В 1942 году последние письма были получены. А дома его ждала жена и маленькая дочь. Маленькая дочка и жена, к сожалению, его не дождутся. Впрочем, как тысячи других жен и дочерей по всей стране. Дмитрий Кожин рассказывает нам о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны Василии Яковлевича Кислякове. По словам правнука, о герое мало что известно. Он родился в 1898 в деревне Макарова, тогда еще Ненецкого национального округа. И был призван на фронт в 1941 году. Пронзительный взгляд, волевые черты лица и харизма. Так выглядел наш герой Василий Кисляков. По словам земляков, он обладал богатырской силой. И даже прозвище в деревне было у него «Васька-царь». Поэтому, наверное, и на войне сразу нашли для него должность подстать. Он был пулеметчиком. Богатырское здоровье позволяло Василию Яковлевичу без труда справляться с тяжелым пулеметом. Да и сноровка в стрельбе у деревенского охотника была отличная. Значение пулеметов для пехоты во время Великой Отечественной войны трудно переоценить. Даже один вовремя вступивший в бой пулемет мог остановить вражескую атаку или заставить наших бойцов залечь на поле перед внезапно отжившим дзотом. В наставлениях того времени писали, станковый пулемет в открытом бою недоступен для пехоты противника. Пока есть патроны и жив хотя бы один пулеметчик. Сколько таких огневых приветов передал Василий Кисляков немецким врагам неизвестно. Известно только то, что наш земляк принимал участие в обороне Ленинграда. 10 июля 1941 года началась оборона города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. Она завершилась 9 августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Северная столица являлась одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров Советского Союза. Потеря города означала изоляцию северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море. Где погиб Василий Яковлевич неизвестно. Сейчас правнук Дмитрий активно собирает информацию о нем. Впрочем, как и о другом родном герое, дедушке Константине Полектове. Есть достоверные данные, есть только о одной награде. Это орден Красной Звезды. Нашел я и наградной лист, и приказ. Очень гордился он гвардейским значком. Дед был не просто майор, а гвардии майор. Гвардии майор Константин Полектов прошел всю войну от начала и до конца. И дошел до Берлина. Когда началась война, он был направлен на курсы офицеров-артиллеристов. Получив звание лейтенанта, отправился на фронт. Дважды попадал в госпиталь с обширными ранениями. Три раза был контужен. Самым страшным из всех документов Великой Отечественной войны – похоронка. Официально она называлась «извещение по форме номер 4». Что такое форма номер 4, предпочитали не говорить вслух. Извещение о смерти военнослужащего приходило едва ли не каждой советской семье. В первые дни войны похоронки были в форме фронтовых почтовых треугольников на обычных, вырванных из тетради листочков. Поэтому от обычного солдатского письма его было очень трудно отличить. Именно такое письмо, причем дважды получала и мама Константина Ивановича Полеектова. Даже страшно представить, что испытывал человек, переживший смерть своего сына дважды. Но назло всем смертям и несмотря на тяжелейшие ранения, он останется жив. Гвардии майор из Германии на родину вернется в 1948 году. И даже несколько лет после капитуляции будет занимать должность коменданта небольшого города. Умер Константин Иванович в 1976 году от последствий полученных ран во время Великой Отечественной войны.